Всем привет! Сегодня хочу сделать распаковку смартфона Redmi Note 9T. Совсем недавно компания Xiaomi представила вот такую новинку. Особенностью данного девайса является поддержка 5G-сетей. Для этого Xiaomi установили сюда относительно новый процессор от Mediatek Dimensity 800U на 7-нанометровом техпроцессе. Ко мне пришла вот такая модель с 4 гигабайтами оперативки и 64 встроенной. Смартфон производится только с 4 гигабайтами оперативки, а вот встроенной памяти можно приобрести и 128 гигабайт. Я заказывал цвет смартфона, который называется Nightfall Black, что можно перевести как сумеречный черный. Я сам еще не видел, как этот девайс выглядит вживую. Давайте же откроем и посмотрим. Не совсем стандартная для Xiaomi коробка, в которой находится чехол и документация. К чехлу мы вернемся немного позже. Давайте уберем вот эту наклейку и посмотрим, как выглядит цвет смартфона. На первый взгляд очень интересный цвет. Он выглядит как серый, но на свету имеет оттенок серебристого. Как вы можете заметить, поверхность трефленая. Также, конечно, сразу понятно, что это пластик, а не стекло. Но в этом, я думаю, есть свои плюсы. Во-первых, поверхность не оставляет отпечатки пальцев. А во-вторых, она практически не скользит, что очень удобно. Взглянув на модуль с камерами, сразу же вспоминается смартфон Poco X3 NFC. Ведь модули у них очень похожи. Но, конечно, из общего у них только внешний вид. В данном девайсе Xiaomi установили более дешевые камеры. Во-первых, здесь всего три камеры. Это основная 48-мегапиксельная камера. И слева от нее идут два датчика, оба на 2 мегапикселя. Один для макросъемки, а второй для портретной съемки. Получается, что Xiaomi уже сэкономили на широкоугольной камере. Также отмечу, что сенсор основной камеры здесь от Samsung S5K GM1. Такой же датчик ставят на такие смартфоны, как Poco M3, Xiaomi Redmi Note 9 и Realme 7 5G. И еще на некоторые модели. Также в модуле с камерами установлена вот такая вспышка. По всей видимости, она с одним светодиодом. Как вы можете видеть, модуль с камерами достаточно сильно выпирает вперед. Давайте достанем чехол и посмотрим, насколько он сглаживает эту ситуацию. Чехол прозрачный и он достаточно мягкий. В принципе, я и не сомневался, что Xiaomi продумывает такие моменты. Как видите, модуль с камерами закрывается чехлом. С правой стороны у смартфона находится сдвоенная качелька громкости, а также кнопка включения, она же сканер отпечатков пальцев. Снизу находится довольно массивный на вид динамик, USB Type-C, микрофон и разъем под наушники 3.5. На верхней грани есть микрофон для шумоподавления, инфракрасный порт и второй динамик для стереозвучания. Да, друзья, помимо достаточно мощного процессора в данном смартфоне, еще одной плюшкой являются стереодинамики. Конечно же, после включения смартфона мы их протестируем. Я попытался расшевелить корпус смартфона, но никакой подвижности и скрипов корпуса не оказалось. Также сразу ощущается, что задняя крышка здесь жесткая, она не продавливается. Еще обратите внимание, что корпус смартфона плавно перетекает в рамку, то есть они являются одним целым. В комплекте идет вот такой ключ-скрепка. Давайте откроем лоток для сим-карт. Лоток открывается достаточно туго. В этот лоток можно установить две наносим и одну карту памяти. Кстати, обе сим-карты могут поддерживать 5G. Также обратите внимание, что в этом месте лоток прорезинен. Давайте посмотрим, что еще идет в комплекте. Провод USB Type-C, а также вот такой зарядник, который выдает максимальную мощность 22,5 Вт. Но сам смартфон поддерживает зарядку на 18 Вт. Кстати, такой же быстрой зарядкой был оснащен смартфон Redmi Note 8 Pro. Давайте произведем первое включение смартфона. На борту нас приветствует MIUI 12. Друзья, пока смартфон загружается, давайте посмотрим на его фронтальную камеру. Она находится в левом верхнем углу. Также она имеет матрицу от Samsung на 13 Мп. В скором времени я хочу сделать обзор на этот смартфон с уклоном на его тесты. Также я прошу вас, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, нужно ли делать отдельный и подробный обзор камер этого смартфона. Либо хватит просто обзора смартфона и его тестов. А также, друзья, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Жмите лайк и включайте колокольчик. Давайте зайдем в настройки и посмотрим, сколько памяти свободно из коробки. В общем, занято 18 гигабайт. В том числе приложения занимают 2.30 и система занимает 12.26. Получается, что на смартфоне из коробки доступно 46 гигабайт. Но также, конечно, можно освободить место, удалив ненужные приложения. Кстати, вот здесь я оставлю подсказку на свое видео. Там я рассказываю, как увеличить скорость и производительность ваших Xiaomi. А также, там я покажу вам, как удалить приложения, которые вшиты на ваши смартфоны. Также из коробки вы получаете версию MIUI 12.0.4. На 10-ом андроиде. Но, конечно же, после подключения Wi-Fi сюда прилетело обновление. На версию MIUI 12.0.5. В ней оптимизирована стабильность системы и скорость работы смартфона. Думаю, стоит сразу загрузить обновление. Смартфон обновился на последнюю версию MIUI 12. Протестирую сканер отпечатка пальцев. Как вы можете видеть, сканер срабатывает достаточно быстро. Здесь претензий я не нашел. Еще Xiaomi заявляли, что на Redmi Note 9T будет NFC. Так и есть. Конечно же, для многих это приятный бонус. Друзья, конечно же, самой главной фишкой этого девайса является его процессор от Mediatek Dimensity U800 5G, который построен по 7-нанометровому техпроцессу. И здесь даже не важно, что этот процессор поддерживает 5G-сети, так как главная его особенность – это производительность за относительно небольшие деньги. Например, у того же смартфона Redmi Note 9 Pro процессор Snapdragon 720G. Он также имеет 8 ядер, но частота у него меньше, чем у Dimensity 800U. Вот частота на ядрах смартфона Redmi Note 9 Pro. А это частота процессора Redmi Note 9T. Как вы можете видеть, разница есть на всех ядрах. Также отмечу, что батарея здесь на 5000 мАч. И при таком процессоре, думаю, ее будет хватать на один день при активном использовании, либо на два дня среднего использования. Кстати, Xiaomi установили сюда IPS-экран размером 6,53 дюйма с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Также для защиты экрана здесь установлено стекло Gorilla Glass 5-го поколения. По первым ощущениям, экран достаточно качественный и неплохо передает цвета. Еще забыл сказать одну маленькую деталь, что на смартфон из коробки клеится защитная пленка. Сейчас вы можете видеть перед собой Realme 7 Pro, который находится в левой руке, а справа находится Redmi Note 9T. Яркость выставлена максимальная, но мне кажется, на Redmi Note 9T ее немного не хватает. Сейчас, друзья, предлагаю послушать стереозвучание данного девайса. Звучание действительно неплохое и достаточно громкое. Отлично слышно, как звук идет как с нижнего динамика, так и с верхнего. Давайте для интереса сравним звучание с Realme 7 Pro, у которого также имеются стереодинамики. Субтитры делал DimaTorzok Однозначно могу сказать, друзья, что на Redmi Note 9T звук немного тише, и при этом в сравнении с Realme у него немного не хватает верхних частот. А вот Realme 7 Pro проигрывает музыку через свои стереодинамики с изобилием верхних частот, но при этом у него немного меньше нижних частот. В общем, звук на Realme воспринимается немного громче и ярче. Также предлагаю зайти в камеру смартфона и посмотреть, что она из себя представляет. Здесь есть вот такие режимы. Режим Profi, Video, Обычные фото, Портретные. И если зайти во вкладку «Еще», то здесь можно включить режим 48-мегапиксельной камеры. А также в этой вкладке есть такие режимы, как Ночь, Панорама, Замедление, Таймлапс и другие. Давайте попробуем сделать фото на обычную камеру и на камеру в 48-мегапикселей. На первый взгляд особой разницы я не вижу. Думаю, основные выводы о качестве съемки можно будет сделать после моего обзора. Кстати, друзья, вместе со смартфоном Redmi Note 9T мне пришли такие часы, как Xiaomi Mi Watch Lite. Они также являются новинкой от Xiaomi. Я их пока не открывал. Думаю, как только я разберусь с Redmi Note 9T, я сниму на них распаковку, а также обзор. Кстати, одной из фишек данных часов является то, что они могут поддерживать связь с GPS без помощи смартфона. Если вы интересуетесь данными часами, пишите об этом в комментариях. По завершению распаковки могу сделать следующие выводы. Что касается сборки, то она достаточно качественная. На камерах у смартфона немного сэкономили, убрав отсюда широкоугольный объектив. Дисплей смартфона передает достаточно качественную картинку. Хотя при этом мне показалось, что смартфону немного не хватает максимальной яркости. Также девайс выделяется характерными плюшками, а именно процессором Mediatek Dimensity 800U и стереодинамиками. Плюс наличие NFC порадует многих пользователей. Также здесь установлена неплохая батарея на 5000 мАч с 18-ваттной зарядкой. В общем-то, основные возможности девайса мы узнаем после того, как я проведу тесты. Друзья, всем пока и до встречи на ютубе!